Что будет с долларом в ближайшие дни? Дело в том, что сегодня 21 апреля 2021 года и сегодня очень такой знаковый день, я считаю, потому что сегодня наконец-то президент в 12 часов будет выступать с посланием к Федеральному Собранию. Оно состоится в очном режиме, давно он не присутствовал в очном режиме, в Манеже, это буквально у стен Кремля, с 12 часов он будет выступать и в это же время, не в это же время, а примерно там же или рядом на Манежной площади на 19 часов назначена акция сторонников Навального и много всего интересного, об этом подробнее. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Чего ждать от доллара в ближайшие дни? Ну смотрите, есть сразу несколько факторов, которые говорят о том, что доллар должен вырасти с одной стороны, с другой стороны рубль должен вырасти. Какой из этих факторов победит и все будет зависеть от этого? Ну давайте, какие факторы говорят о том, что рубль упадет, доллар вырастет? Нет, сначала о том, что рубль вырастет. Смотрите, Путин сегодня выступает наконец-то с посланием к Федеральному Собранию, что в этом будет послании неизвестно, но скорее всего там будет раздача слонов, то есть наверняка будут какие-то социальные выплаты, то есть доплаты каким-то многодетным, скорее всего, там семьям, что-то еще, возможно там к пенсии что-то прибавит, но для того, чтобы повысить привлекательность, скажем, Единой России, потому что мы знаем, что выборы в сентябре и, ну как бы, популярность Единой России падает. Вот, поэтому, ну это назрело, во-первых, во-вторых, значит там давно никому ничего не помогали, все идет в бюджет и, ну в общем-то, надо, люди заждались. Вот, и если это произойдет, то есть если будут выплаты населению достаточно массивные, ну в виде каких-то вот, ну конкретных денег просто живых, то к чему это приведет? Это приведет к росту цен, потому что это никак не отразится на производстве, никак не отразится на производстве продукции, ну люди начнут как-то больше, возможно, покупать и цены начнут расти, это неизбежно, это второй фактор. То есть рубль, как бы, если начнут выплачивать деньги, не обеспеченные ничем, то рубль, по идее, должен упасть, а доллар вырасти. И еще потому что люди, многие побегут покупать доллары при этом просто, ну на всякий случай, на черный день. Вот, это первый фактор, который есть, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, если в этом послании, вы знаете, что сейчас у нас очень напряженная международная, как бы, обстановочка, возникают всякие ситуации, значит, там санкции США объявили, но они были очень мягкие, но с другой стороны, сейчас накаляется все, и вот этот вот скандал в Чехии, беспрецеденты абсолютно, то есть 18 дипломатов наших чехи высылают, наши в ответ 20 выслали. И сегодня же, вроде бы, я почитал информацию о том, что чехи собираются еще, значит, отсылать наших дипломатов снова. И это очень серьезно, несмотря на то, что там примирительные какие-то заявления сказали, что вроде бы этот взрыв в Рбенице был на, ну, не против Чехии, направлено против конкретных, там сказать, там, оружейного склада, частной фирмы и так далее. Но, тем не менее, все происходит, и Чехия выслала дипломатов, это серьезный скандал, и там есть силы, которые призывают присоединиться к этому других членов Европы, то есть тоже выслать санкции и так далее, и так далее, отгородить. Это есть, и это не в пользу рубля. К тому же, чехи тут же отменили, скажем, ну, исключили Россию из тендера на реконструкцию, по-моему, атомной станции. Просто, а это миллиард долларов. Вот, ну, это все, как бы, ну, как бы, в этом самом будущем ближайшем, но, тем не менее, мы знаем, что рынок реагирует на ожидания. Что еще ожидается? Ну, что будет в послании? Ну, не исключено, что, как бы, все говорили, что, возможно, Путин попросит разрешение у Совета Федерации о том, что, чтобы они разрешили использовать войска за рубежом, имеется в виду, возможно, Украина, возможно, и Белоруссия, потому что тоже фиг знает что, и это, скорее всего, тоже обвальд рубль. Вот такие, как бы, данные. Вот, но, с другой стороны, скорее всего, этого не произойдет, я надеюсь. Вот, а социальные выплаты будут не такими значительными, как могли бы быть, например, да, то есть, потому что, ну, самые обездоленные слои и так голосуют за Путин, а зачем им давать деньги для этого? Вот, но, с другой стороны, экономика и особенно малый бизнес, вот эти, друзья, больше всего пострадали, и не исключено, что будут какие-то льготы для малого бизнеса введены, и что, скорее всего, точно будет, то есть, отдельные слои населения пострадали больше всего, они потеряли просто миллиарды рублей, и им тоже нужна помощь. Что я имею в виду? Ну, скорее всего, будет объявлено о очень серьезных вливаниях денег в инфраструктурные проекты, то есть, строительство дорог, реконструкция дорог, возможно, значит, северный морской путь, возможно, ну, значит, у нас требуется просто вторую ветку БАМа проложить скоростную дорогу из Китая в Европу, это очень разумно, вот, возможно, ну, и точно совершенно это будет, ну, наверняка это будет, и это массовые такие серьезные инвестиции уже в инфраструктурные проекты, и что говорит в пользу этого? В пользу этого говорит, что, во-первых, Америка такие же массовые вливания делает в инфраструктуру американскую, то есть, в реконструкцию дорог в Америке, Китай то же самое делал и делает, то есть, для того, чтобы оживить темпы экономического роста, требуется, ну, как-то его оживить, то есть, построить дороги как минимум, ну, то есть, вот это тоже будет. Это приведет как раз к росту фондового рынка точно совершенно, к росту деловой активности точно совершенно, ну, и почему я сказал, что к улучшению благосостояния отдельных слоев? Ну, вы знаете, что, кто у нас строит дороги, ну, компании там, близких к Путину людей, и наверняка у них что-то там приклеится, поэтому, ну, это очень-очень вероятно на самом деле. Ну, и будет, естественно, развернуто массовое строительство, то есть, будут различные компании строительные, различные, значит, там, бетонные заводы, стройматериалы, и все это, ну, точно совершенно оживит экономику и вообще все. Ну, вероятно, будет объявлено в каких-то дополнительных выплатах или там, ну, вливаниях в другие отрасли экономики, ну, там, в частности, какие-нибудь атомные промышленности там и так далее, военную, то есть, ну, опять же, что контролируется там различными ковальчуками там и так далее. И это тоже вот оживит, и оживит фондовый рынок, потому что, ну, точно совершенно от этого что-то достанется и фондовому рынку. То есть, вот это вот укрепит рубль, это ускорит рост фондового рынка. И вот эти такие положительные факторы, про отрицательные я тоже сказал. Теперь, что происходит дальше? Значит, сразу после послания вечером на 19 часов сторонники Навального объявили акцию, которую, естественно, тут же сказали, что она незаконная, то есть не согласовали ее по понятным причинам, и там закручиваются гайки в очень серьезном. И, вы знаете, Навальный голодает, и все это, ну, по крайней мере, к этому приковано мировое внимание. Навальный, вы знаете, выдвинут на Нобелевскую премию мира, тоже не исключено, что ему вполне-вполне себе дадут мученик и так далее. То есть, здесь тоже с этой стороны могут быть санкции. Акция сторонников Навального назначена на 19 часов на Манежной площади. И это вот прямо в двух шагах от того места, где будет выступать Путин, но попозже немножечко. И там уже наверняка стягивается ОМОН и так далее. То есть, будет в зависимости от того, какое количество людей придет туда и как будут их, ну, грубо говоря, месить, от этого тоже очень сильно зависит и положение рубля, и санкции, и прочее, прочее, прочее. Потому что, ну, это будет очень серьезный, ну, грубо говоря, вой со всех сторон. И очень серьезный нажим тоже самое. То есть, здесь, ну, как бы, все это ожидаемо вполне. А, да, кстати, ну, и будут санкции в связи с этим и прочее, и прочее, и прочее. То есть, здесь тоже непонятно, чего ждать. Что ждать? Значит, дальше, то есть, сегодня это среда, завтра четверг, и завтра к нам приезжает Лукашенко к Путину. И вы знаете, что там, ну, как говорят, инсценировка, судя по всему, государственного переворота была в Белоруссии. То есть, какие-то филологи непонятные, типа, пытались свергнуть Лукашенко. Ну, выглядит достаточно смешно, но, тем не менее, их взяли в России при помощи, ну, наших сотрудников, спецслужбы. Значит, вывезли туда, в Белоруссию. Там будет показательный суд, вероятно, или я не знаю что. Но Лукашенко обещал, что он что-то важное здесь скажет, потому что денег мы ему уже, в общем-то, сказать, ну, вряд ли дадим. Это понятно. И, возможно, будет там какое-то разрешение событий. В какую сторону, непонятно. То есть, я читал даже некоторые предположения, что, ну, как-то ускорят создание союзного государства. То есть, Лукашенко даст согласие на ввод войск российских в Белоруссию, ну, с тем, чтобы, грубо говоря, окружить уже Украину там. То есть, вот то же самое тоже добавляет еще веселая такая вот ситуация. Вот. И с третьей стороны еще и Матвиенко сказала, что срочно созывается Совет Федерации непонятно для чего, для того, чтобы тут же утвердить то, что скажет Путин. Вот. И еще один момент, там, 22-го, 23-го, насколько я помню, Путин же участвует в совещании по климату, в котором, ну, ведущие лидеры мира участвуют. Байден туда пригласил Путина и вот, ну, согласился. Эта конференция будет в онлайн-формате. Ну, это тоже очень важно, что, ну, с Путиным начинают разговаривать. То есть, посмотрите, да? То есть, здесь вот плохо, здесь хорошо, здесь плохо, здесь хорошо, здесь плохо, здесь хорошо. И все это вот концентрируется буквально в течение одной недели. Это очень-очень, ну, как бы, интересная ситуация. То есть, смотрите, в Чехии накаляется, значит, тут сторонники Навального, тут, значит, массовые вливания в экономику, тут, значит, Байден говорит про него, что он убийца, и тут же говорит, что, ну, а все равно с ним надо разговаривать. И сейчас организуется встреча буквально личная Байдена с Путиным. То есть, Байден проявил себя как достаточно, ну, умный, я считаю, политик, поэтому все, все может быть, все возможно. Здесь ожидать можно всего, поэтому очень интересная ситуация, что будет с рублем. Ну, вот сейчас давайте посмотрим USD рубль tomorrow. Вчера он, видите, что доллар вырос. Здорово сегодня, пока не растет, ждем 12 часов, это уже скоро, через час буквально. Дальше, что со стратегией у меня, ну, она вот такая сейчас. Вот она, красная линия, видите, да, вот она, голубая линия, это сегодняшняя. То есть, у меня в диапазоне от 140 тысяч за индекс РТС до 145 тысяч, ну, как бы, у меня шляпа. Дальше, дальше, тем не менее, рост на сегодня. На завтра здесь вот ямы уже, вот это завтрашняя, как бы, ситуация завтра к 19 часам, что будет. Ну, буду перекрывать эти позиции. Почему вот здесь такая? Потому что уже я открываю позиции на следующую неделю. То есть, я хеджируюсь, ну, от всего, но думаю, что сильно, сильных потрясений пока не будет. То есть, будет в диапазоне от 140 до 145 тысяч. Ну, это достаточно узкий диапазон, он вот такой вот. Вот 140 тысяч, вот 145 тысяч. Вот она, вот планочка на 145 тысячах. То есть, как вы видите, ну, если он пойдет либо сильно вверх, либо сильно вниз, все у нас будет хорошо. Ну, что такое РТС? Напоминаю, что РТС это то же самое, что доллар, только верх ногами. Наоборот, то есть, если доллар растет, то РТС падает. Если доллар падает к рублю, то РТС растет. Вот такая интересная ситуация, будем наблюдать, посмотрим, что будет. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что вы думаете по этому поводу. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.